В минувшие выходные на экоферме русский страус прошел день урожая. Общением с птицами и животными наслаждалась и моя коллега Инна Шейнина. Большой африканский страус кружится в танцы. Бегает птица на своих длинных ногах быстро и как-то по-особенному. Африканский страус в дикой природе доживает до 70 лет. Поблизости австралийские эму. Так же, как и африканские, летать не умеют. И, как выяснилось, и страусами-то не являются. Их продолжительность жизни максимум 20 лет. Вот это у нас птица эму австралийская, которую часто ошибочно называют страусом. Она уже давно не страус. В 80-е годы пересмотрели зоологи классификацию. Сегодня эму относят к казуарообразным. Дружелюбен, гостеприимная птица. Позволяет заходить в вольер. Никак не реагирует. Только положительно. Всегда нам рад. Тем более мы заходим к нему всегда не с пустыми руками. Капустой, которую наши птицы очень любят. Ферма специализируется на племенном разведении страусов. Молодым птицам нет еще и полугода. Африканские и австралийские птенцы соседствуют вполне дружелюбно. Африканские страусята пятнисты из длинной шеи. Акрас эму более равномерный. Кстати, в инкубаторе можно проверить страусиное яйцо и узнать, появится ли из него птица или оно будет просто съедено. Узнать точно, есть ли там страусенок или нет, мы сможем где-то на 14-15 день при помощи вот такой вот лампы. Называется она овоскоп. На этот самый овоскоп мы яйцо страусиное должны поставить. Сейчас я должен свет выключить. Именно это яйцо не оплодотворенное. Здесь страусенка нет. Из такого яйца можно приготовить омлет. Скорлупа – это толстая. Зачастую птенцу приходится помогать выбраться наружу. Туристам во время праздника рассказывают интересные факты о страусах. На улице проходит анимационная программа. Кстати, пообщаться на ферме можно не только с птицами. Это мы видим лошадь галштинской породы. Эта порода выведена не в России. Отличается она очень спокойным нравом и огромным ростом. Несмотря на то, что лошадь огромная, она абсолютно безопасная для детей и для взрослых. Кажется, что лошадь прям вот она такая огромная, весит почти тонну весом. Но на самом деле это очень добродушные существа. Доброжелательность лошадки проверяю на собственном опыте. Все, как и рассказывали. Вот на этой замечательной лошадке Лилии на экоферме можно покататься. Она очень спокойная и добрая, несмотря на свои размеры. Удовольствие незабываемое. Эко-туризм вообще очень популярен. Я, например, очень довольна. На слоне и верблюде кататься приходилось, а вот на лошади впервые. Поехали, Лилия! Гнедую красавицу можно покормить с руки. И это тоже удовольствие. Городским жителям общения с живой природой явно не хватает. Лилия любит кушать морковочку. Здесь же на ферме можно покормить ее. Вот она очень мягко берет с руки. Даже если палец попадает, она его не съедает. Малыши с удовольствием катаются на пони и верхом, и в повозках. Поблизости от страусов на ферме проживают утки, гуси и цесарки, пушистые кролики, козы и овцы. И, конечно, свиньи. Свинка Нюша так замечательно хрюкает. Вьетнамская весла брюхая. Вот прямо побежала к своим сородичам. Здесь поблизости живут другие свинки. Венгерские мангалицы. Она к ним спешит. Организаторы праздника урожая постарались сделать эти выходные для гостей фермы особенно интересными. Мы проводим эти два дня праздник урожая. Такой, говорят, цыплят по осени считают. Но страусяк мы тоже считаем обычно по осени. Анимационная программа «Сам праздник урожая». И еще у нас прекрасные кошки приезжают к Котошоу, Серпухово. Маленьких посетителей фермы порадовало и Котошоу. Четвероногих артистов можно было покатать на машинке и погладить. День урожая прошел при отличной солнечной погоде.